Меня зовут СНМ Алексей Воробьев СНМ Алексей Воробьев Мы его прекрасно знаем и весь актер участники Воробьи Денецт Мне всегда казалось, что Казань город исключительный, несмотря на наличие Петербурга и Москвы И хотелось сделать что-то для своего родного города И ты начинаешь понимать, когда ты отделен от семьи и от своего города Вот, да, ты все острее, острее воспринимаешь Вот, и будучи журналистом, я сделал несколько репортажей, ментальный фильм о этой легенде Мы встречались с Рафаэлем Ахмедовичем Мустафиным Он был главным миссмейкером в этих моих сюжетах и фильмах Вот, поэтому считаю, что в какой-то степени этот фильм, может быть, его память о земле Алексей Воробьев, или Казань? Да, и Казань, Ринальд Бекушей Ты приехал сегодня Да, я приехал с утра На самом деле, я еще никогда в жизни не был в Казани И мне кажется, это тот опыт, по которому я сюда приехал, самый, наверное, лучший И, ну, по крайней мере, этот город я точно успею узнать, полюбить Потому что люди, которые, ну, которые вот сейчас меня окружают Я имею в виду, отсюда люди Они мне уже нравятся И мне, ну, как-то Мы еще когда в поезде ехали Сколько мы все успели еще из поезда увидеть Нет, я просто видел Ну, вообще, мне и правда понравилось И мне, да-да-да Я очень много узнал за дорогу И очень даже порадовался, что прилетел на самолете, на поезде Потому что я знаю, в городе уже, наверное, больше, чем даже местных жителей Нет, татарские песни мы вообще Мой однокурсник, я учился в школе-студии МХАТ Он татарин Реналь Мухаммедов Вот И мы с ним еще тогда в школе-студии МХАТ Я уже начал изучать татарский язык и татарские песни Мы даже открывали экзамен на нашем первом курсе С Ренальем мы делали этюд, назывался Ну, для нас он назывался «Татарская гопота» мы его называли Вот Но это Реналь придумал сам Потому что он делал образ татарского Такого-го-го-го Как-то-го-го Ну вот Вообще этюд назывался «Кюзляре» И мы начинали экзамен на первом курсе в школе-студии МХАТ Что было таким беспрецедентным, наверное, случаем вообще в школе-студии МХАТ Под песню «Кюзляре» на татарском языке с гитарой Поэтому татарскую музыку я начал уже как бы впитывать Фактически со своими первыми шагами в актерском искусстве Это немного похоже на народную песню, но она так несложная, я думаю, слова не затейливые В Америке я подписал контракт с самым известным и самым востребованным точно продюсером в мире Это человек, который пишет всю музыку Леди Гаги Последний трек Никуль Шерезингер, Дженнифер Лопес, Рикки Глесесе Всех, всех самых топовых звезд, только что он написал, что Шерезингер записал трек Вот совсем там пару дней назад Поэтому, ну, это тоже, знаете, такой огромный плюс в том числе и нашему фильму Потому что, я надеюсь, мы, может быть, даже сможем как-нибудь, может... Я договорюсь по плату и в саундтрек возьмут какую-нибудь мою песню Андрей, вот героя подбираю, вот, интересно, насколько он подходит, знаете, хорошего татарского парня Давай мы принесла ставим Действительно, вот, палашли, вот, душали, мышлели... Давай Ну, как? Батана или глянь? Батана 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 Бик Журахман Бег Журахман Би, конечно, Бик Журахман Ой, спасибо большое Я скажу, почему во многом. Потому что, понимаете, Алексей, он очень такой, он очень визуально такой типаж русского парня, да, и вот он приезжает сюда и находит здесь то и то, чего он не нашел в Москве, допустим, а это такая самая девушка, вот как вот тарская барышня, как моя семья, понимаете, мой отец в русском приехал в Казань и встретил вместе с моей людьми. Вот, в итоге появился я. Чем не история? Вот, в нашем случае тоже с вами. Знаете, история Евровидения была не менее сложна и случайна, чем, в общем, многое в моей жизни, потому что я уже фактически въехал в Америку, уже начал записывать альбомы, записали только первый трек, и на Первом канале у меня попросили этот трек, который еще, естественно, был не обнародован ничего, у меня был диск, который я привез с собой, завез. Сейчас дал послушать, и через несколько дней мне позвонили и сказали, Леша, ты поедешь на Евровидение. А, знаете, как-то я вдруг задумался и понял, что Пугачева на Евровидении заняла 15-е место, Киркоров 17-е. Вот. Я занял прямо вот точно между ними и думаю, что это один из самых удачных вариантов вообще выступления на Евровидении. Сейчас очень сложно говорить о Евровидении и о том, какое место там можно занять, потому что это все не совсем имеет отношения, к сожалению, к песням, к вокалу. Это скорее действительно что-то, наверное, стало более политическое, к сожалению. Но, вы знаете, если кому-нибудь из стран пообещать, что они смогут очистить озеро Кабаны, забрать все, что там найдут, то я уверен, в принципе, Казань может быть чемпионом Евровидения на все последующие десятилетия. Спасибо.